Кения, Африка В 2017 году, через откровение Божие, наша семья попадает в эти места. И теперь мы занимаемся пасторским образованием в более чем 230 церквах. За эти парты сядут пасторы, которые будут обучаться грамотно, будут обучаться читать и писать. В течение последних двух лет мы занимались переводами. Мы перевели 12 книг на языке свахили и открыли 6 библиотек. Мы также создали образовательный ресурс rahissi.org, где все переведенные наши материалы, они находятся в свободном доступе. И они охватывают все свахили-говорящие страны, откуда пасторы, лидеры церквей, библейские школы теперь берут материалы для образования своих студентов. Образование учителей школ. Впоследствии этого курса мы открыли в школу Селена Хоси. Представьте себе, эта маленькая глиняная избушка со стенами, которая разваливается, теперь превратилась в сухое, очень светлое здание, в котором скоро появится школа. И все эти дети, они нашли себе здесь еще и дом. Они с себе нашли здесь церковь. Я стою и просто радуюсь от этого. Потому пусть Бог благословит всех тех, которые нас поддерживают. Спасибо вам. То, что вы делаете, на самом деле это важно. Мама, покажи все это, покажи все это. И теперь 58 детей уже год как занимаются образованием. А также построили школу в селе Джон Пауэр, где в этом году также откроется школа, и она начнет функционировать. Наша команда провела образование учителей. И теперь впоследствиях в 18 церквах началось образование детей в церковных воскресных школах, которых приблизительно в каждой церкви составляет от 100 до 300 детей. Школа искусств. На этой школе дети обнаруживают свои таланты. Рождество. Каждый год мы детям рассказываем о том, кто такой Иисус Христос, и как родился их Спаситель. И все эти мероприятия, они всегда сопровождаются щедрыми подарками. Самый щедрый подарок для огромного количества детей, горы Лугон, это обувь. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, правда, их много. В четырех деревнях каждую неделю более 1400 детей. Они кушают хорошую, горячую и качественную пищу. В этом году в связи с пандемией мы обнаружили, что в некоторых частях тех мест, в которых мы служим, люди страдали от голода. У нас семь пасторов умерло с голода и несколько детей в их семьях. И у нас появилась возможность отправить в пустыню Туркана несколько грузовиков еды для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер. На протяжении этого времени мы продолжаем заниматься медициной. Более полтора тысячи человек получили общую медицинскую помощь через работу нашей команды. Предоставлена медицинская помощь более 3000 детям, которые страдали от песчаных блох. Это паразиты, которые живут в ногах и руках под кожей людей. Есть надежда, и они друг другу будут помогать. Мы раздавали теплую одежду для деток. И в прошлом году одно из сел, где-то примерно около 600 детей, каждый из ребенков получил пакет теплой одежды и обувь. Также мы обнаружили, что сезон дождей очень чреват тяжелыми последствиями для мам. Мы раздавали одеяло. Во время пандемии были открыты бизнесы для тех людей, которые активно участвуют в служении. Не только в нашем служении. Мы помогли им организовать рабочие места. И теперь каждая из этих семей, она имеет пропитание. Еще одна огромная проблема на тех территориях, в которых мы служим, это вода. Именно по этой причине на территории горы Угон мы хотим заняться вплотную разработкой водных источников. И у нас есть определенные оговоренности с правительством, с водными инженерами нашего города, для того, чтобы они оказали нам серьезную поддержку в этом. Все эти проекты стоят немалых денежных средств. Но, дорогие друзья, станьте нашим партнером. Будьте с нами в миссии в Кении, в Африке. То, что делаем мы, то, что делают наши партнеры, они влияют на судьбу тысячи людей. Добро пожаловать на миссию на Черный континент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!